Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня мы посмотрим демку на необычный симулятор выживания Card Survival Tropical Island, где весь процесс будет завязан на карточках. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем наше выживание на тропическом острове. Итак, в демке нам доступен пока только охотник. Он прибыл на остров один, без ничего, только все самое необходимое. У нас есть уже определенные перки, островитянин, мы местный житель. Темная кожа защищает от солнца, оптимист, одиночка. Здесь мы можем хорошо карабкаться, плавать, обрабатывать камни, играть на барабанах. У нас нет морской болезни, ловим рыбу с помощью копья, орудуем копьем. Также у нас есть скрытность, иммунитет к болезням различным, к насекомым и к боли в спине. А в полной версии игры у нас будет доступен фермер, со своими перками турист, оказавшийся на острове после крушения самолета. И вот это непонятное создание, похоже на инопланетянина, но я так понимаю, это обитатель моря, вышедший на сушу. Ну а при желании можно вообще создать своего персонажа со своими перками. Итак, мы оказались на пляже. Сейчас первый день у нас, 4 утра. Ясное небо, посмотрим журнал. Здесь у нас вот задание, нужно обследовать берег, найти новые локации и ресурсы, потом сделать обточенный камень, чтобы использовать его как режущий инструмент, поесть и попить из кокоса. Закрываем. У нас есть уровень голода, жажды и загрязнения. Конечно, душа у нас тут нет, чтобы помыться. Так, теперь у нас есть еще настроение, вес и температура. И за всем этим нужно следить. А также вес нашего инвентаря. Так, вот тут чертежи, доступные на все инструменты, оружие, одежду, все, что относится к выживанию. А сверху у нас есть карта с морем и песком. Здесь можно вот понырять и помыться, правда в морской воде такой себе мотив. А из песка можно построить замок и потратить на это полчаса. Также его можно собрать в себе в карманы, непонятно зачем, но можно. А теперь отправляемся исследовать берег. Жмем на кнопку, вот мы нашли маленькое дерево. Из него можно получить длинную палку, но для этого его нужно срубить. А рубить нам, к сожалению, нечем. Так что идем исследовать берег дальше. Идем 15 минут. Находим камень. Камень можно использовать в качестве молотка. Его можно обточить другим камнем. А также можно его обжечь в печи и получить негашеную известь. Ну или попрактиковаться в метании камня. Еще мы обнаружили пальмовое дерево. У него есть кокосы, целых 4 штуки. Их можно собрать, взобравшись на пальму. Так как у нас он хорошо лазит по деревьям, можно спокойно залезать, без риска упасть. И в общей сложности мы потратили 45 минут на сбор кокосов. А теперь можно взять камень и обработать один из кокосов. Получили мы кокосовую шелуху и сам кокос почищенный. Так. Надо проделать в нем дырку с помощью ножа или обточенного камня, тогда я смогу попить из него. А если взять просто камень и ударить по кокосу, мы расколем его пополам и получим возможность выковырять мякоть кокосовую. Это займет 15 минут. И теперь мы получили кокосовую мякоть, которую можно съесть, утолить немного голода и жажды. А также получили небольшое расстройство желудка. Также мы получили вот такую половинку, которую можно заполнить водой. Наберем немного морской воды, но пить ее конечно же не стоит. Продолжаем дальше обследовать берег в поисках ресурсов. Мы нашли лемонграсс. Это съедобное растение. Его можно собрать. Тоже займет время. Далее нашли тяжелый камень, кокос и немного пальмовых листьев. Это нам открыло новые чертежи. Сейчас посмотрим. Так. Вот здесь получилась кровать из листьев. На это нужно 3 часа, чтобы ее исследовать. А здесь у нас ловушка для животных. 12 часов, чтобы ее открыть. А пока исследуем кровать, чтобы к концу дня у нас было готово все и было на чем поспать. А с помощью тяжелого камня можно обточить обычный камень и получить заостренный инструмент. Вот получили, целый час на это потратили. Можно посмотреть журнал. Одно из заданий мы выполнили. А пляж у нас исследован на 40%. Теперь возьмем тяжелый камень. Ударим по кокосу. Также очистим. А заостренным камнем сделаем дырку в кокосе. Теперь можно пить. Удалили жажду и увеличили себе расстройство желудка. Все, это задание тоже с кокосом выполнено. А следующее задание у нас сделать костер, топор и копье. Смотрим чертеж. Для костра нам требуется 4 камня, 1 древесина и 1 ветка. Теперь посмотрим, что требуется для топора. Требуется древесина и заточенный камень. Древесины мы здесь вообще пока еще не находили. Ну и камней у нас тоже в дефиците. Обследуем дальше пляж. Нашли раковину с моллюском. Мне нужно найти способ вынуть его из раковины. Берем камень. Бьем по раковине. Получаем вот моллюска. И осколки. Так, он слегка резиновый, его тяжело есть. Поэтому лучше отбить, а потом приготовить. Исследовав пляж дальше, нашли краба. Еще пальмовое дерево. Но до сих пор не нашли камней, которые нам требуются для костра. Так, нашли мы еще алоэ вера. А еще у нас закончилось исследование нашего чертежа кровати из листьев. Посмотрим, что требуется. Шесть листьев. Причем любых. Пальмовых, сухих, вообще какой-то травы. В общем, все, что попадется под руку. Вот у меня пальмовые листья уже есть. Так, что можно сделать себе кровать из листьев. Полчаса и у нас есть кровать. Так что к ночи мы уже готовы. А по мере использования она будет изнашиваться. Поэтому нужно будет добавлять новых листьев. Итак, мы закончили обследовать пляж. Получили доступ к джунглям. Посмотрим журнал. Да, отметка есть. Теперь следующий шаг. Отправляемся вглубь острова. И будем искать новые ресурсы уже там. Нажимаем на джунгли. Отправляемся. Это у нас тоже время занимает. Вот здесь у нас еще пусто. Ничего не обследовано. Начинаем исследовать. А вот, кстати, и дерево. И маленькая пальма. Древесина теперь есть. Осталось найти камни. Я бы даже сказал, много камней. А вот и первый камень. А также еще и новое растение. Переносим себе камень в инвентарь. Пожуем немного лемонграссу. Утолим голод. Кстати, в этом регионе высокая популяция насекомых. И солнце все еще сильно печет. Нам бы какую-нибудь панамку сюда. Но пока ее нет. А вот из этой лилии можно сделать некое подобие бинтов. Нашелся еще один камень и новое растение кава. Так, посмотрим, что это. Можно собрать корни и приготовить напиток, который улучшит настроение, а также поможет от боли и высокой температуры. Также в джунглях нашлись сухие листья и длинная палка, которая открыла нам дорогу к новому чертежу. Даже двум. Это укрытие. Три часа на него нужно. Давайте его исследуем. Посмотрим медицинские чертежи первой помощи. Вот у нас есть жгут, шина. Теперь новый чертеж. Вот такая шина. На нее нужно 6 часов. Итак, побродив еще немного, наткнулись на болотную местность. Также банановое дерево и куст. А еще мы упали от истощения. И чтобы прийти в себя, нужно потратить 1 час на отдых. Так, пока мы лежим, у нас исследуется чертеж. Он готов. Теперь мы можем построить укрытие. Что для этого нужно? Три длинных палки и две веревки из волокна. А теперь соберем бананов, чтобы утолить немного голода. Это займет 15 минут еще. Так, у нас есть 5 штук бананов. Так, съедаем. Пару штук. Далее еще один. И у нас полностью голод утолен. А теперь нужно вернуться обратно на пляж, так как уже начинает вечереть. Теперь у нас есть все материалы, чтобы сделать топор. Так, сделаем. 2 часа целых потратим. Уже совсем темно становится. Так, а у нас тут макака объявилась. Мы можем ее напугать или не обращать на нее внимания. Но она может украсть у нас какие-либо вещи. Так, попробуем ее отогнать. Так, атаковать нам ее нечем, поэтому мы убегаем. 15 минут от нее сматываемся. Так, обезьяна меня укусила. Но я смог убежать. Так, а обезьяна убежала с моими вещами. А именно, она стащила двух крабов. И теперь я остался без ужина. И теперь остается только пойти спать на 8 часов. Настроение, правда, у нас при этом не улучшается. Все характеристики продолжают падать. Видимо, потому что... А также мы испытываем голод и жажду. Так, настал второй день. У нас тут идет дождь. Поэтому можно использовать половинки кокосов, чтобы собрать дождевой воды. И как раз утолить жажду. А также перекусим мякотью кокоса. Дополнительно получим еще кокосовые чашки. Которые тоже будем наполнять водой. Как можно больше. Потому что следующий дождь, возможно, не пойдет. И да, кстати, от дождя мы получаем охлаждение. Поэтому нам бы еще как-нибудь согреться тоже бы не помешало. А теперь из кокосовой шелухи получим волокна. Еще пару волокон. А из волокон можно сделать веревки. Так, и открыли мы чертежи. И теперь можно из кокосов сделать сандалии. А также набедренную повязку. Так, веревки готовы. Осталось добыть несколько палок. И получим укрытие. Для этого срубим маленькую пальму. Получим еще листьев и длинную палку. Теперь можно доделать наше укрытие. Полчаса и готово. Точнее будет готов каркас. Осталось добавить 10 листьев. И будет полностью готовое укрытие. Так, сходил я в джунгли и дособирал еще листьев. Теперь можно полностью построить наше укрытие. Оно готово. Отлично. Теперь нам надо бы поймать рыбу приготовить. Но для этого нам нужно копье. А также еще нужно чем-то разжечь костер. Поэтому нужно посмотреть, как его разжигать. Для этого нужны ветки и режущий инструмент. А для копья нам нужна длинная палка и тоже режущий инструмент. Так что ищем камни. Кстати, сейчас соединю кровать из листьев с укрытием. И теперь будет и мягко, и защита от дождя. Наконец-то насобирали камни, чтобы сделать костер. Так, задание выполнено. Теперь следующее. Надо заправить его. 33% у нас есть. Подкинем еще веток. Так, всего лишь 15% добавляет. Ну, 55% думаю будет достаточно. Теперь надо как-то его разжечь. На третий день я наконец-таки могу сделать устройство для разведения огня вручную. Готово. А теперь еще поищем камней, чтобы сделать копье. Очередное задание выполнено. Теперь мы вооружены и можем противостоять диким животным. Следующее нам нужно поймать и приготовить рыбу. Так, вот копье для ловли рыбы. Одна палка, одна веревка и один застренный камень. В принципе, сейчас это быстренько все сделаем. Ну вот, теперь у нас есть копье для ловли рыбы. Можем попробовать ее половить. Берем копье и ловим. Поймали рыбу попугая. Теперь нам нужно ее как-то приготовить. Да, можно есть и сырой, но лучше, конечно, приготовить. Да, и самое главное в процессе всех наших занятий, это не забывать питаться и пить. Иначе мы можем помереть либо от голода, либо от обезвоживания. А теперь разожжем волокно и подбросим его в костер. И можно будет готовить рыбу. Берем рыбу, подбрасываем в костер. И теперь осталось подождать, когда она приготовится. И мы сможем поесть, наконец, что-то кроме кокосов и бананов. Так, рыба готова. Достаем ее из костра. Кстати, если оставить, она превратится в угли. Поэтому надо вовремя все доставать. Едим ее. Ну, голод удаляет не очень сильно. Примерно как бананы. И у меня тут скопился целый набор негативных эффектов. Меня тут подташнивает. Потом я чувствую лихорадку, высокая температура. А еще чувство тревоги повышается. Фантомные боли. И я устал есть бананы. Спустя какое-то время снова попалась макака. Но в этот раз мы готовы. Теперь у нас есть копье. И мы можем атаковать. Атака прошла успешно. Теперь у нас есть макака. Точнее, ее труп. Мы выполнили одно из заданий. Надо посмотреть, что это. А, вот. Это охотничий лист. С полным списком всех животных, которые здесь обитают. С помощью острого камня можно разделать нашу добычу. Получили мясо, кости. Новый чертеж. Так, и тут у нас чайка. Можно использовать копье, чтобы ее поймать. Отлично. Теперь у нас есть еще и чайка. Мясо птицы. Отметку получили. Еда у нас стала более разнообразная. А вот самая большая проблема у меня с жаждой. Потому что воды у меня опять нет. Дожди идут редко. Заполняется кокосы очень мало. А выпиваются очень быстро. Поэтому собираю воду как могу. Но ее очень не хватает. И вот как итог. На шестой день у меня опять возникла острая жажда, что я даже не могу спать. А из-за отсутствия дождя мне было нечем пополнить свои запасы воды. Как вариант, можно было бы утолить жажду кокосовым молоком. Но, к сожалению, я это сделал уже в предыдущий день. Поэтому у меня не осталось ни одного полного кокоса. Отчего, кстати, появилась диарея, которая повлияла на настроение. И вот так закончилось наше выживание. Мы выживали 6 дней и умерли от обезвоживания. И в этой игре, я думаю, это будет основная причина смерти. Напоминает мне симулятор выживания Тинкен, где основной причиной, по-моему, была гипоксия. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи. Ну а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.